Перед стартом, перед тем, как уехать на соревнования, каждый из нашей команды, у нас тренер главный, Татьяна Николаевна Покровская, она всегда перед стартом говорит нам эту фразу с Богом, и мы всегда отвечаем, это наш, ой, не знаю, можно ли так сказать, но это наш ритуал такой, эта вера, она нас, в принципе, вдохновляет, она нас направляет, и меня в том числе к спорту, именно к синхронному плаванию, я пришла еще до своего рождения. Моя мама занималась и начальной художественной гимнастикой, потом синхронным плаванием, мой папа был пловцом, и, по сути, я во втором поколении спортсмен. С двух месяцев я уже была с мамой на бортике, в рюкзачке, и я помню всю свою жизнь пропитанной хлоркой, в атмосфере бассейна, я помню всех старших девочек маминого первого набора, потому что они, по сути, были моими учителями тоже, как и тренеры, я на них смотрела, я пыталась понять вообще, как это себя держать в воде, думала, что у меня никогда это не получится, и вроде бы кажется, что это было суждено, предрешено, и никакого выбора у меня не было, но мама мне действительно давала выборы, я ходила и на танцы, и на художественную гимнастику, и на какие-то рисовальные кружки, но душа моя лежала к синхронному плаванию, потому что именно там я могла соединить любовь к танцам, любовь к воде, к музыке, и по сей день это делаю. Я понимаю, что синхронное плавание – это абсолютно мой вид спорта, это мой выбор, и этот выбор я до сих пор делаю каждый день. Когда слышу рано утром будильник, собираюсь и еду на тренировку. Я в возрасте где-то 8 лет захотела стать космонавтом, когда я впервые съездила в Звездный городок, увидела кабинет Юрия Гагарина, увидела вообще все эти невероятные космические корабли. И в тот момент я поняла, что действительно мне хочется полететь в космос, но на тот момент я понимала, что нужно еще к этому подготовиться. И как-то синхронное плавание восполнило и эту мечту. Мне нравится это ощущение невесомости, мне нравится то, что я могу в воде сделать то, что на суше мне не дано. Так как спорт занимал всю мою жизнь и все мое время, то я не ходила в церковные школы, и поэтому каких-то знаний у меня не было вплоть до, наверное, позапрошлого года. И таким проводником для меня стал наш олимпийский батюшка. И он очень мягко, с пониманием меня обучил всему, каких знаний у меня не было в предыдущие годы. И где-то чуть меньше, чем полгода назад, несколько месяцев, 4 или 5, я впервые стала крестной. И мне необходимо было пройти все этапы, беседы. Поэтому сейчас, по сути, было два таких события. Мои шаги к вере. И вот с тех пор, как я стала крестной, конечно, я сейчас думаю, а вот будет мне мой крестник задавать вопросы, я же хочу на них ответить. Мне как-то захотелось именно осознанно к этому подойти. Каждому дается по нужде. Я верю, что когда он почувствует, что ему нужно прийти в церковь, нужно будет поговорить, нужен будет совет, он придет. То есть я за то, чтобы каждый действительно приходил сам к этому, но просто у кого-то могут быть другие проводники, кого-то могут привести к родителям, и это будет лучшее решение. А кто-то должен будет пройти, вот, как говорится, через тернии к звездам и прийти к этому сам. Но я могу сказать, что я действительно вижу, что в церковь ходят не только бабушки. Я встречаю очень много и молодых людей, это и девушки, это и мужчины, это и детки. И я вижу, что есть какой-то стереотип, что если ты ходишь в церковь, значит, ты вот из какого-то другого мира. Но я вижу, что сейчас это все меняется, и это входит плотнее в нашу жизнь. И мне нравится то, что двери всегда открыты, и всегда можно задать вопрос, и тебе на него ответят. Наверное, наш мир сейчас настолько меняется, и настолько он стал, люди стали приземленными, я в том числе, что порой просто мы перестаем действительно радоваться обыкновенному чуду. И поразмыслив, я могу сказать, что чудес было настолько много, просто на тот момент, когда они происходили, я этого не осознавала. И я могу сказать, что действительно, что не делается все к лучшему. И у меня были такие моменты, когда случалась, допустим, авария, в которой я действительно серьезно пострадала. Но спустя полгода я поняла, что вот к чему это привело. Я могу сказать, что мне очень понравилось интервью одного спортсмена, который сказал, что выходя после соревнований, уходя с помоста, с пьедестала точнее, я отдаю все свои медали маме. И в этот момент у меня нет никаких побед, они все остаются в прошлом, и я иду к будущим своим совершениям. У меня даже до этого интервью, этого спортсмена, у меня было так же. Я после каждой победы отдавала медаль маме, и по сути все обнулялось. Поэтому победа значит очень много, особенно в нашем виде спорта. У нас действительно, как бы это ни звучало, второе место для нашей команды – это проигрыш. Победа в Рио в 2016 году – это был мой первый олимпийский цикл. Я вообще не знала, куда иду. Это была просто моя мечта. И эмоции от этой победы, во-первых, я не сразу поверила. То есть меня месяц-два называли олимпийской чемпионкой, я просто не понимала, к кому это обращается. И, ну, это были такие эмоции счастья, какие-то, может, даже в какой-то мере детские. А уже второй олимпийский цикл, он был тяжелым в том плане, что у нас он длился не 4 года, а 5. Олимпийские игры перенесли на год, потом были сложности с тем, допустят нашу команду или не допустят. Допустили, но без флага, без гимна. Мы даже не могли называть название нашей страны. И в этот момент, плюс у меня была пережита операция, было долгое восстановление. То есть вторая медаль, даже если их как бы взвесить, она тяжелее, и она тяжелее далась как будто. Она была, наверное, вымученной. И вот эмоции после Токио были как будто выдохнуло, как будто действительно было тяжело, и ты наконец-то сбросила этот груз. Поэтому эмоции совершенно разные, и они не всегда зависят лично от тебя. У нас групповой вид спорта, мы зависим и от настроения наших тренеров, нашей команды, вообще кого угодно, кто нас окружает и касается наших душ. Поэтому действительно очень много факторов на это влияет. И вот описать чем-то одним, наверное, я не смогу. Знаете, кто-то говорит, не желайте удачи, не надейтесь на кого-то, даже не надейтесь на Бога. Есть такие люди, которые так говорят. Но мне кажется, что действительно воля случая, Божья помощь, она очень важна в любой сфере, и особенно в спорте, потому что где-то доли секунды влияют в циклических видах спорта. У нас может повлиять то, что, я не знаю, у судьи упала ручка, и он за ней наклонился, или моргнул в этот момент, и чего-то не увидел, или наоборот увидел что-то свое, он стал вдохновленным. Все-таки человек в нашем виде спорта имеет большое влияние в том плане, что и мы соревнуемся, и нас еще и судят, и нас тренируют. То есть вот эта победа, она наполнена таким количеством людей. И я часто говорю, что эта медаль, это не моя медаль, это медаль всех тех, кто вел меня к Олимпу, кто действительно помогал, кто мне в какой-то момент поделился там едой, или помог куда-то пройти, дойти до бассейна. И это все, вот эти вот частицы, как пазл складываются, и в итоге вот получается вот эта круглая медаль из миллионов частичек душ других людей. Поэтому, конечно же, на все воля Божья, и если действительно это твой путь, не то чтобы если ты хорошо просил, то тогда тебе и дается. Нет, если действительно это твое признание, если так уготовлено судьбой, то тогда сквозь труд, талант, терпение ты сможешь этого добиться. Но я знаю стольких людей, которым пророчили Олимпийские игры и Олимпийское золото, но в какой-то момент они не сломались, они свернули. И в этот момент понимаешь, ну вот их путь такой. Даже корить их не за что, потому что им уготовлена была другая судьба. За что я благодарна Богу, безусловно, за свою маму, самого светлого, самого невероятного человека в этом мире. Я сейчас все равно заплачиваю, но постараюсь это все проговорить, потому что человек прошел столько вообще сложностей в своей жизни и остается для меня примером и каким-то действительно спасательным кругом. И мне у нее нужно многому учиться. Это заслуженный тренер, это мой первый тренер вообще в жизни, но тем не менее она как ребенок до сих пор радуется тому, как она перешла сейчас в танцы, и вот она там выступает. Это какие-то вот светлые детские эмоции. Для этого ребенка гениально в себе сохранила. И помимо этого я благодарна за тех людей, которые встречаются на моем пути. Это лучшие люди на свете. Я у каждого учусь чему-то новому и чему-то светлому, доброму. Поэтому мне очень повезло, и я думаю, что это вот именно благодаря ему, что у меня такое окружение. И вроде бы и препятствий в жизни много, но такая поддержка, что я за это безумно благодарна. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok